Всем привет! Сегодня у нас будет такой необычный влог. Мы будем готовить и, может, снимать еще что-нибудь. Так, готовим мы сегодня сосиски в тесте, имбирное печенье и что, Вероника? И лепешки. И лепешки. Лепешки, да-да-да. Так, тесто мы будем ставить сами. Сейчас Вита мне продиктует рецепт. И мы начнем. Пожалуйста, Вика, я тебя слушаю. Поэтому сначала мы сделаем опару для теста. Почему-то у меня дети так долго смеялись над этим словом. Не знаю, что смешного. Ну, давай. Вода, 250 мл. 250 мл теплой воды. Так, готово. Дрожжи 11 грамм сухих. Килограмм, да. Грамм сухих. 11 грамм сухих дрожжей. Это для опары мы делаем. Правда, неприятное какое-то слово опара. Как опарыш какая-то. Лучше не думать об этом. Так, дрожжей. 11 грамм. Дальше? Сахар на столовую ложку. А не надо, чтобы они размякли там? Весьма на землю. Фу, смотри, какие морщинки появляются. Как курить я жопа. Почему она такая морщинистая? Прям морщинка, а все, уже разглаживается. Вот бы так на лице разглаживалось. Наклонил, а оно разгладилось. Что-то как-то... Не надо. А как у меня нет, что-то не очень вкусно. Чего там сахара нужно было? Сахар на столовую ложку. Без горки. Я могу вообще не ложить. Вы будете кушать сосиски в тесте, так как я немножко пощусь. Ну, если честно, немножко диета. Ну, так как идет... Ой, вернее, идет пост. И можно чуть-чуть попридержать себя. Три столовые ложки муки. С горкой. С горкой, не с горкой. С горкой. Не дай бог без горки положу. Столовые ложки. А это тебе чайная ложка? Ой. Ну, давайте, Виктория Ивановна, для теста что нам нужно? Сахар 100 грамм. Будем по порядку, что ли? 100 грамм. Блин, я стакан помыла. Он мокрый теперь. Ну, 100 грамм, это примерно 2 столовые ложки. Там тоже сахар положили. Тем более, тесто у нас для сосисок очень сладкое не надо. 2 столовые ложки, короче. Дальше. Яйца 2 штуки. 2 штуки. 2 штуки. Как правильно? 2 штуки или 2 штуки? Новороссийск. 2 штуки. Ну, я думала, 2 яйца. 2 яйца. Да. Дальше. Масло сливочное 100 грамм. О, его что-то пить надо. Ну, я вместо масла взяла маргарин для выпечки. Ну, сэкономила, да. По правде, скажу, сэкономила. 100 грамм маргарина, ладно, мы его положим. Хотя, ну, прямо сейчас он уже растаявший. Кстати. Упаковки 180 грамм. Ну, вот так примерно положим, да? Чик. Почти половину. Дальше. Щепотка соли. Пик. Щепотка. Мука. Я вот не люблю один раз. Вот так вот. Дальше. Мука. Три стакана. 250 миллилитров объема. Главное, примерно 450 грамм муки. 200 грамм. Короче, три стакана муки. Подожди, а что больше? А жидкость какую-то? Что-то надо как-то? У нас не за месяц. Ну-ка, дай я почитаю. Ты что-то мне сейчас начитаешь там? Я потом буду мучиться. Ой, еще масло. В общем, чуть-чуть неправильно мы с этим тестом замутили. Муку надо было добавлять, когда мы добавили бы нашу сдогу вот эту в опару. Короче, ладно. Так быть уж, если так начали. Сейчас у нас наша опара постоит минут 30. И написано, когда вот появится такая шапочка, много-много пузырьков. И тогда мы уже добавляем вот эту смесь туда. И три стакана муки потом уже постепенно туда нужно вмешивать. Вот. А пока выключаюсь. Нет, фокус-фокус очень. Чик. Наша опара уже поднялась так очень хорошо. И теперь мы... Видите, 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 что не буду мне камеру таскать туда-сюда. И теперь мы действуем чуть не по рецепту. Вот все, что я ложила, кроме муки, нужно в жидком... В жидком виде теперь добавить сюда. Но у нас это уже не в жидком, поэтому мы это... Угу. Вываливаем. Ну, это неправильно. Ну, а что теперь? Не выбрасывать же продукт, правильно? Будем делать так, как получится. Не, ну, тесто получится по-любому, потому что я тесто делаю часто, но не дрожжевое. Да, тут нужна вилочка, наверное. Так. Ой, чуть не рухнула. И теперь вот мы это должны как-то растворить. Размешать. У нас такая съемка под звуки стиральной машины. Такого еще не было, наверное, да? Ну, нужно стирать. Я, видите, и готовлю, и стираю. И полы заодно в перерыве подмываю. И посуду, и так далее. Вот. Нужно все выпивать. Русской бабе нужно... Ух! Силы ныть, духа, энергии. Энергии мне побольше. Так, что нам здесь не хватает? Муки. Один стакан мы уже насыпали, да? Ну, по рецепту три мы посмотрим. А, и растительного масла, да, кстати, столовую ложку нужно добавить прямо сейчас. Даже, наверное, не столовую ложку, а мы больше добавим. Лей-лей, не желей. А, ты меня споркать? Ну, давай. Не, вот так вот. Все? Все? Наверное, это нужно миксером, да? Да, не, не надо. Что-то я не спорчу. Как один раз делала пюре, и мужу такая, говорю, иди мне это, ну, потолчи его. А я делала очень много, большую кастрюлю на друзей. Вообще, я просто взяла все и испоганила. И у меня что-то ниров не хватило, да? Ниров не хватило вот этот толочь. Очень долго, так много. Я не прикрыл, как столько много готовить. И даже по чуть-чуть там, да? И все. И я взяла, психанула этот миксер, как его, блендер. И давай, короче, блендером крутить. И у меня получилось вместо пюре какой-то картофельный мус. Воздушный такой, воздушный. Ну, естественно, пюре там даже не пахло. И мне так было неудобно, мне так было стыдно. Я вот эту целую кастрюлю наготовила. Ну, не выбрасывать же это. Ну, съели, съели. Не знаю, что подумали, но все покушали. Муж еще и на второй день покушал. Поэтому я вот блендером, не знаю, или только коктейли, да, или яйца там сбить. С сахаром и не более. Один раз лоханулась, я так сказать. Больше не хочу. Еще и перед друзьями вообще, конечно. Ну, что-то нифига я вам скажу, не 3 стакана муки больше. И я сделала, замесила тесто. У меня вышло 5 стаканов муки. Так что нифига не 3. Обманывают, обманывают. Все, и у нас получился такой вот комочек скатали мы, комочек такой вот. И теперь мы его накроем, как у меня муж говорит, тряпочкой. Тряпочкой накроем. И поставим в теплое место, ну, прямо на батарею. Ну что, тесто у нас поднялось. И даже очень хорошо поднялось. Вот такая вот пышечка у нас стала, да? Сейчас у меня детки почистят сосиски. Сосиски купили супер дорогие. Не знаю, должны быть супер вкусные. Как бежоно пахнет. Почему? Почти мне опасно. Морсит я не могу. Ножом поддеваешь. Тихонечко вы же примените. Можете ножом поддевать. Так, мажем стол маслом. Я не знаю, как некоторые мукой там вот это все делают. Я не могу. И сейчас мы будем... Ух ты, какое воздушное. Крутяк. Смотрите, как идеально. Мы сделали, да? Опа-на. И в духовочку. Всем привет! Мы на канале не скейте. Доченька. Ой, ошибка. Кира Найт. Да, точная отсыпка. Такие переги у нас сегодня получились. Да, такие переги у нас сегодня получились. Понятно. Кстати, тесто офигенное. Оно очень поднялось, да? Безумно вкусно пахнет. Пышные такие. А лепешечки любит Вероника. К сожалению, она не ест там с какой-то начинкой. Это очень печально. Но это пока первое время. А так вот такие сосисончики, да, маленькие? Сосики. Крутяцкие. Так, мям-мям. Ох, как бы я заживала его. Ну, все, в принципе. Рецептики есть. И сейчас я начну делать имбирное печенье. Лайк, лайк. Ну-ка, девочки, лайк показали. Лайк. Ну что, продолжаем делать имбирное печенье. Вернее, начинаем делать. Продолжаем после булочек. Так, для этого нам понадобится соль, кардамон, корица, ваниль, гвоздико и так далее. Все об этом я напишу там ниже под видео. Ванильный сахар, имбирь, естественно, муки 250 грамм, какао-порошок, мед, сода. Теперь все сухие. А, и 100 грамм сливочного масла. Но так как я на посту, поэтому я взяла маргарин. Растительный, короче. Растительный маргарин. В общем, теперь нам нужно смешать все вот эти специи. Для начала мы берем, наверное, имбирь молотый. Ну, так как я молотый имбирь, это вообще что-то, не знаю, невообразимое, поэтому я не люблю. Я беру настоящий имбирь. Два вот таких маленьких кусочка. Вообще нужно 2 чайные ложки, если это сухой имбирь. Я очень мелко его порежу. А еще идеальный будет на чеснокодавилке выдавить. Ну, так как я уже вторую сломала за последнее время. Дальше нам нужно какао. Одна чайная ложка. Ну, это для цвета. Чисто для цвета. Если вы хотите белые печененки, да, то можете какао не добавлять. Одна чайная ложка какао. Так, одна, вторая. Солнце-то мое сладкое. Одна, вторая чайная. Ух ты, как прикольно открывается, смотри. Вот не могут уже придумать какую-нибудь прикольную коробочку, да, для соды. Чтоб какое-нибудь окошко там, раз, насыпало сколько надо. А то вот все эти коробки, вот эти стандарт. Так, одна, вторая чайной ложки соды. Так вот, чтобы сильно не чувствовался вкус, даже чуть меньше наступало. Ненавижу вкус соды. Солим, ну, тоже так, щепоточка маленькая. Соды, щепоточка маленькая. Помочь хочешь? Ну, хорошо, давай. Теперь нам нужно будет, значит, корица. Вот у меня есть такая смесь, там корица, гвоздика, кардамон и ваниль. И все в одном. Короче, вот мы так и сделаем. Мне так прикольно нравятся. Вот такие штучки, их надо крутить. Крути вот так вот, смотри. Хоп, крути. Давай вместе будем крутить. Вот. Прикольно. Мне так нравится этот звук. То есть тут все специи в одном флаконе. Ну, вот сейчас мы их наделаем. Вот такая вот смесь. И теперь мы сюда добавим еще 250 грамм муки. Давай, насыпай. Насыпай просто туда. Тут у нас все сухое, поэтому можно просто насыпать, не надо мешать. Вот. Насыпай, насыпай полностью все. Вот. И теперь этот стаканчик можешь в раковину поставить. Вот, молодец. Теперь нам нужно добавить мед. Ну, мед тоже на любителя. Кто какой любит. У меня вот пока гречишный мед. Вот так я вообще весь ем. Добавляем мед. Кто любит вкус меда, можно добавить больше. Я вот, ну, 2 чайные ложки, наверное, положила. И теперь все это дело перемешиваем тщательно с маслом в отдельной чашке. Даже, можно сказать, взбиваем. Ну, у меня масло мясо, поэтому я так. Масло маргарин. В общем, ну, вот так перемешали, как будто какой-то крем, да, получился. Кремочек наш с пирожным. Ну, давайте выложим. Она густая, супер. Ну, ладно, будем мешать, что делать. Густая, сладкая и липкая. А мы прям руками будем мешать, правда? Так она лучше замешается в наше тесто. Оно. Она лучше замешается. Ну, да, а чё? Чё не это? А еще можно добавить туда овсяных хлопьев отрубей. Прям как хлеб вот так отрубился. Ну, подойди, я вам попробую. Имбирь делает свое дело. Классно. Вкусно, пахнущее, пахнущее, пахнущее печенье получилось. Прям такой ядреный запах, когда имбиря съешь, так же пробирает аж нос насквозь, да? Нет, вкусный запах вообще. Нет, вкусный, потому что имбирь вот этот вот, ну, мне кажется, это будет безумно вкусно. А можно еще посыпать сахарной пудрой, да, чем угодно, чем хотите. Приятного аппетита! С вами была я, Кира Найд. До скорой встречи. Зачем на тарелку с пола ложить? Всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok